Добрый вечер, приветствую на второй части нашего сегодняшнего вечера, посвященного протестным движениям в России. Меня зовут Юханес Фосфинг, я являюсь начальником офиса Фернера Генриха Бойля в Москве. Один из участников нашей сегодняшней дискуссии исчезла, но тут она уже появилась, и мы можем уже сразу начать. У нас сегодня вечером мы обсуждали в довольно мрачных тонах протестные движения, боюсь, что опять мы услышим о таких рачных делах. Но есть и позитивная динамика в российском обществе, если сравнить то, что происходило в прошлом году, что же все-таки различает протестные движения прошлого года от протестных движений 2011 года. Те, которые комментируют, часто говорят о том, что гражданское общество гораздо лучше подготовлено к протестным временам, и нам часто это представляли как олицетрение этого протеста. И в качестве примера часто упоминали ОВД-инфо, отдел внутренних дел. Это, конечно, сокращение. Мы все знаем, что это такое означает, и поскольку это так важно, эта организация такая важна, сегодня сейчас представлены две сотрудники этой организации. Екатерина Боровикова в этой организации в Москве работает аналитикой, она подготавливает данные, о которых мы сейчас услышим, а по профессионально журналист, если я правильно проинформирован. Есть у нас еще вторая Екатерина. Для модератора это простая ситуация. Екатерина Селезенева, которая тоже работает в организации ОВД-инфо, тоже юрист и предоставляет юридические услуги, тоже представляет организации в суде. Кроме того, мы приветствуем Алексея Козлова, соорганизатора нашего сегодняшнего мероприятия, правозащитник из Воронежа. Это город в 60-100 километров на юг от Москвы. И когда он еще там работал, он основал организации за свободу собраний. Это тоже очень важная тема для нас сегодня. И в 2013 году ему пришлось покинуть Россию, и с тех пор живет здесь в Берлине. И об этом явлении, о политических иммигрантов мы тоже сегодня будем говорить, о тех людей, которые в том числе и приехали из России в Германию. Я специально не очень много говорил о ВД-инфо, потому что я хотел бы Екатерину попросить, чтобы она представила мне эту организацию и рассказала нам о том, чем же эта организация занимается. Так начинается разговор мониторщика, который принимает звонок на горячую линию. Наша организация, у нас правозащитный проект, состоит из нескольких отделов, и все отделы подчинены одному и тому же одной и той же цели. Это поддержать человека, которого задержали, не оставить его один на один с системой. У нас есть горячая линия, на которую, собственно, приходят звонки от наших клиентов, подзащитных, задержанных, от наших читателей, почитателей и прочих людей, которые так или иначе подвержены политическим преследованиям в России. Они звонят, рассказывают о своей беде, они говорят, что их задержали, они говорят, что у них завтра суд, они спрашивают, что делать. Мы говорим, успокойтесь, к вам едет адвокат, с вами пойдет защитник на суд. Пока что мы, конечно, в основном охватываем только Москву, но мы работаем еще и над регионами. Мы публикуем информацию о том, что с данным человеком происходит, таким образом не даем ему исчезнуть из поля зрения журналистов. Мы оказываем прямую юридическую помощь, мы собираем данные о задержаниях и публикуем доклады. И также мы разрабатываем всякие IT-инновационные продукты, которые помогают так или иначе задержанным. Например, правовой бот, которому есть инструкции. Также у нас есть генератор жалоб в ЕСПЧ, поскольку дела у нас в основном безнадежные, особенно по административным правонарушениям. В общем, мы все их ведем в ЕСПЧ. И сейчас у нас после летних задержаний уже отправлено порядка 200 жалоб в ЕСПЧ. Что касается того, что произошло этим летом. Сейчас я немножко выдохну и расскажу, потому что с этого лета у меня, конечно, нервы немножко шалят. Это, конечно, лето 2019 года стало переломным моментом в истории современной России. И оно запустило виток огромный как политических репрессий, так и, собственно, принятие репрессивных законов. И мы со всем этим сейчас работаем. Череда мирных протестов началась в Москве 12 июня 2019 года, когда люди вышли на улицы, возмущенные, вопиющие грубой фальтификацией уголовного дела, против журналиста Ивана Голунова, который занимается крупными расследованиями коррупции, в частности, при работе московской мэрии. Голунов был задержан 6 июня, обвинен в попытке сбыта наркотиков, но под влиянием общественного резонанса и из очевидных нарушений его прав. То есть наркотики были ему подкинуты просто чуть ли не в открытую. И фабрикация материалов дела было прекращено. Тем не менее, люди вышли против фабрикации уголовных дел на несогласованную акцию. В России, надо отметить, все массовые публичные мероприятия, кроме одиночного пикета, требуют согласования с властями под предлогом обеспечения безопасности. На деле в согласовании отказывают в 80% случаев под тем или иным предлогом, тем более, если тематика акции так или иначе связана с критикой действия государственных органов. А если акция не согласованная, то все ее участники, согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, автоматически становятся правонарушителями. Их задерживают, что также является нарушением, поскольку даже Кодекс пока предполагает, что задержание – это исключительная мера, тем более, если человек вышел на мирную акцию. 12 июня, по нашим данным, было задержано 530 человек. Практически на всех были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. Это участие в несанкционированных собраниях, митинге, шествии, демонстрации или пикетировании, повлегчить создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Эта статья, которая была введена относительно недавно, в 2014 году, изощренным образом считает в себе санкции от штрафа, максимальный штраф 20 тысяч рублей по нынешнему курсу 290 евро, до ареста на 15 суток. До этого лета она применялась крайне редко. Ее коварство в том, что она позволяет держать людей в отделе полиции до 48 часов без суда. Также, если статья не арестная, то это максимум 3 часа задержания, хотя на деле это все тоже нарушается. Большая часть задержанных людей 12 июня на данный момент уже оштрафована. Наши юристы прошли с ними две судебные инстанции и готовятся жалобы в ЕСПЧ, какая-то часть уже отправлена. Российские суды, поскольку не принимают аргументы о правильной свободе мирных собраний, несмотря на то, что в Российской Федерации есть статья 31 Конституции, граждане Российской Федерации, по идее, имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, не говоря уж о том, что Россия обязана соблюдать и статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в частности, статью 11, право на свободу собрания и объединений и статью 10, право на свободу выражения мнений. А потом у нас начался июль. Недопуск независимых кандидатов до выборов в Московскую городскую думу под надуманными и неправовыми предлогами вызвал ожидаемое раздражение людей. И незаконные отказы мэрии согласовывать акции протеста приводили к неправомерным задержаниям их участников. Вместе с этим полиция демонстрировала крайнюю степень насилия над людьми. Это был один из элементов, видимо, медийного запугивания. Но, однако, это трансформировало раздражение политически активных граждан, негодование большей части общества. В свою очередь, насилие полиции не могло не привести к возбуждению отдельных уголовных дел против самих задержанных. У нас обычно, если ты заявляешь о том, что тебя избил сотрудник полиции, сотрудник полиции говорил «Нет, он сам меня бил». И так возбуждается статья 318 «Насилие по отношению к представителю власти». Вот так и было сфабриковано московское дело, потому что там люди не то что сильно не били сотрудников полиции, они кидали в них пластиковые стаканчики. За это на них была составлена статья 318. Они трогали их за шлем. Окей, статья 318. Вот такие у нас хрупкие сотрудники полиции, сотрудники Росгвардии, которых все это повергло в шок, как сказано у материала. Дело трепет и испуг вызвало. Ну, в общем, очень что-то у них с психикой, видимо, не то. Также, что я могу сказать, что у власти есть стандартная реакция на рост протеста. Это наращивание уровня политического давления, что появилось в возбуждении как раз-таки все большего и большего количества уголовных дел. Число задержаний на акции 27 июля как минимум 1373. Это рекордный за всю историю наблюдений ОВД-инфо. С декабря 2011 года мы их существуем как проект. Предыдущий рекорд был зафиксирован 26 мая 2011 года в Москве. 1043 человека тогда на акцию призывал Навальный. Общее число задержаний на череде московских акций с 14 июля по 31 августа около 2700 можно сравнить только с общим годовым числом задержаний в Москве в самые протестные годы. В 2012 году это было 3773 задержаний на 187 акциях. И в 2017 году это было 3462 задержания на 199 акциях. Также интересно количество статей, которые были использованы этим летом против вышедших на мирные акции людей. Ну или не только вышедших, но и имеющих какое-то отношение к этим акциям по мнению властей. Органы возбудили дела на момент подготовки доклада уже по 10 статьям от вполне классических, 318 применения насилия в отношении представителей власти, и 212 – это массовые беспорядки. Правда, сейчас эта статья вроде ушла из материалов московского дела, но официально никто ничего не может сказать, что ее не будут продолжать использовать дальше, поскольку срок давности у нее еще не истек. Также были и новаторские статьи. Это, например, 141-я. Воспрепятственные деятельности избирательной комиссии. Это потому, что люди пошли к избиркому, требуя допуска независимых кандидатов, которые были недопущены к выборам из-за якобы фаслификации подписей, которые люди их окружения собирали собственноручно и готовы были поручиться за каждую подпись. Также, например, была возбуждена статья 156-я. Это не исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Это когда родители привели на мирное собрание своего ребенка. Это уголовное дело. Но, слава богу, это дело закрыто. Количество людей, которых допрашивают и потенциально могут обвинить по той или иной статье, исчисляются сотнями человек. И в осуществлении репрессий при этом надо отметить, что задействованы практически все силовые структуры, причем одновременно и региональные, и федеральные подразделения. Зафиксировано участие, как минимум, МВД, ну это естественно, это полиция и Центр по противодействию экстремизма, Росгвардии, Следственного комитета, прокуратуру, ФСБ, службы судебных приставов, которые приходили к участникам митингов и говорили, что вы нам должны, военных комиссариатов, то есть участников митингов, угрожали забрать в армию. Как, собственно, произошло в итоге с Русланом Шеведдиновым, которого, как, наверное, вы знаете, увезли на Новую Землю, причем он присягу так и не принимал военную, почему он там находится, неизвестно никому. Было давление и на незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, обыски и допросы по делу о воспрепятственной деятельности избирательной комиссии, затем многие были изолированы в рамках административных арестов за организацию несогласованного мероприятия. То есть, вернее, это звучит как несанкционированное, но несанкционированное, на наш взгляд, нет такого термина в российском законодательстве, поскольку подразумевается согласование, а несанкционированное – это незаконное. Это несколько противоречит одно другому. После согласования должны быть какие-то иные меры, чем отказ, а скорее просто обеспечение безопасности. Ну, я хочу сказать, что тысячи задержанных в протестных акциях были подвергнуты впоследствии административным и уголовным наказаниям. Было давление и на студентов. Помимо того, что среди задержанных и впоследствии арестованных, участвовавших в протестах много студентов столичных университетов, в их отношении администрации, ряда вузов предпринимали попытки давления на них с целью отговорить от участия в протестах. В частности, были проведены какие-то профилактические беседы, кому-то грозили отчислением, кого-то отчислили. Отдельная тема – это борьба с фондом борьбы с коррупцией. То есть в рамках возбужденного против сотрудников фонда уголовного дела были заблокированы банковские счета организации, а также нескольких сотен людей, которые то ли принадлежат к числу активистов фонда борьбы с коррупцией, то ли сотрудников, то ли они вообще никакого отношения к этому не имеют, но их счета заблокированы на миллиардные суммы. Я не помню, насколько, Катя, какое-то точное число сейчас не назову, но, в общем, счетов у них нет. А против директора фонда и одновременно одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Ивана Жданова возбуждено уголовное дело о неисполнении решения суда. Дела носят как эксклюзивный, точный или пропагандистский характер. Также существует, в принципе, еще и некая логическая последовательность действий различных государственных органов. То есть такая выстроилась дьявольская цепочка. Сначала мэрия отказывается в согласовании протестных акций без каких-либо законных и серьезных оснований, что приводит к созданию небезопасных для участников этих акций условий. Полиция и Росгвардия вместо обеспечения безопасности участников публичных мероприятий, как того требуют законодательства, разгоняют мирные акции и задерживают их участников, причем с применением силы. Районные суды не рассматривают дела задерживания на акции по существу, отклоняют все ходатайства, которые мы заявляем, не смотрят на то, что дела, черти как написаны, везде ошибки какие-то процессуальные, правда, по процессуальным основаниям они иногда все-таки высшие инстанции отменяют, но очень редко. И, собственно, суды основывают свои постановления в дальнейшем решении исключительно на данных полиции и Росгвардии. Наши показания, наших свидетелей, наши аргументы о том, что мы имеем право на мирное собрание, или даже кто-то, кто был случайно задержан, он тоже об этом говорит. Это не принимается никак. Никакие ни видеодоказательства, ни показания свидетелей защиты, также не принимаются. И дай бог, если кого-то вызовут у свидетелей защиты, дай бог, если просмотрят эти видеодоказательства, хотя бы они будут в материалах дела. И в результате такого конвейерного производства административно виновных участников акции создаются предпосылки для фабрикации, связанных с митингами уголовных дел. В частности, у нас есть вопиющее дело Константина Котова, на которого было возбуждено уголовное дело по статье 212 прим. 1, более подробно об этой статье. Нет, не расскажешь? Извини. Ладно. Окей, эта статья совершенно абсурдная. Это когда человек за неоднократное нарушение установленного порядка проведения акций, то есть фактически за участие в несогласованной акции, может быть привлечен к уголовной ответственности. Она позволяет наказывать ранее задержанных на митингах людей уже не в административном, а в уголовном порядке в случае наличия трех административных дел и появления четвертого по митинговой статье Кодекса об административных правонарушениях 20.2. Конституционный суд признавал такую практику не очень хорошей, но, однако, рекомендовал применять эту статью только в случае доказанности общественной опасности совершенных административных правонарушений, однако вот Константина Котова, который явно совершенно ничего, никакой опасности не представлял, такие посадили на 4 года и Конституционный суд сказал, окей, мы вам говорили, вот не надо, чтобы опасности было, ну вот вы это почитали, ну приняли же свое, нормально, ну это уголовное дело очень значимое, мы вообще очень следим за данной статьей, поскольку тут есть возможность ее применения против, например, тех же незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу, которые были последовательно заключены под административный арест этим летом по 3-5 раз. Уголовные дела у нас сейчас по политическим, по московскому делу просто скоростные, проходят практически точно так же, как и административные дела. Скорость следствия, например, расследования в отношении пяти фигурантов было закончено в кратчайшие сроки от 2,5 дней до 20. Да, вот очень интересные там материалы. Также пять компаний в той или иной степени аффилированных с мэрией Москвы по следам акции 27 июля подали иски о возмещении ущерба к незарегистрированным кандидатам в Московскую городскую думу и сотрудникам ФБК на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Это, видимо, чтобы доказать общественную опасность и всяческие последствия массовых беспорядков. Значимость этих ущерба от мирных акций протеста при полном отсутствии реальных доказательств в деле о массовых беспорядках эти иски могут помочь следствию в формировании доказательной базы и сейчас эти иски отчасти пошли удовлетворяться. Также что я могу сказать сотрудники полиции применяли чрезмерное насилие при задержаниях об этом я уже говорила как минимум 68 человек были избиты. Избиения проходившие при большом количестве свидетелей и журналистам в том числе показанные в прямом эфире телеканала Дождь стали существенным элементом пропагандистской кампании по запугиванию протеста настроенных граждан и в совокупности все выше приведенные факты показывают что уровень текущих репрессий с чего я и начала достиг максимальных значений и наблюдаемая волна политического насилия очевидно не является инициативой какого-то одного ведомства участие всех силовых структур и поддержка их активности судебной системой городской администрации и политическими институтами власти дают все основания полагать что речь идет о единой компании в той или иной степени координируемой из единого центра что же касается поправок законодательства я могу привести несколько примеров поскольку наверное я уже и так утомила я конечно юрист занудный но я стараюсь таким не быть например с 1 февраля 2020 года в России вступили в силу поправки в закон о СМИ в подящий статус иностранного агента это страшная организация которая получает иностранное финансирование и всячески влияет на протестное настроение в России для физических лиц и требующие для физических лиц то есть каждый человек может стать нанести гордое звание иностранного агента и если он каким-то образом не зарегистрирует это то он должен будет платить штраф процедура регистрации не прописана этот закон вообще просто песня то есть да юридический отдел ВДИНФО смеется и плачет также введены поправки в закон об адвокатуре адвокатской деятельности это прям напрямую касается лично меня и я просто этот закон очень люблю согласно которым адвокат которого лишают статуса из-за нерушения кодекса профессиональной этики адвоката не может работать более в судах фактически это лишение права на исполнение своей профессиональной деятельности это очень существенная поправка которая является способом давления на адвокатов в частности которая сотрудничает с правозащитными организациями поскольку за такими адвокатами федеральная палата адвокатов следит особенно ну и напоследок из свежих примеров это готовящиеся поправки в конституцию российской федерации среди которых закрепить приоритет конституции в правовом пространстве России а требования международного законодательства и договоров а также решения международных органов могут задействовать на территории России только в той части в которой они не влекут за собой ограничение прав и свободы человека и гражданина не противоречит конституции российской федерации в принципе какая-то такая норма в конституции была однако поскольку мы имеем дело с тем что конституция сейчас будет у нас меняться то какие поправки в нее будут внесены мы не знаем также в конституцию предлагается ввести статью закрепляющую роль и статус некого госсовета органа с непонятными функциями некая единая система публичной власти которая напоминает более всего ЦК КПСС напомню до 1990 года в конституции тогда еще СССР была статья 6 гласящая руководящей и направляющей силой советского общества ядром его политической системы государственных и общественных организаций является коммунистическая партия Советского Союза одним из инициаторов отмены данной статьи был академик Андрей Дмитриевич Сахаров после того как его предложения на съезде народных депутатов СССР рассматривать не стали Михаил Горбачев не стал его включать в повестку в Москве прошли массовые митинги в которых приняло участие около 300 тысяч человек статья была изменена в мае 1990 года а сейчас Путин предлагает провести народное голосование по поправкам которые вот этот госсовет хотят Конституцию вернуть скорее всего голосование пройдет в апреле 2020 года посмотрим что мы можем с этим совсем сделать спасибо спасибо Екатерина это вообще нельзя назвать каким-то скучным докладом нет это был живой доклад вы представили целый букет тех возможностей которым располагают государственные органы чтобы ущеметь свободу собраний сразу же видно что Екатерина вот это представила как работает ОФД инфа какой-то мощный ресурс если вы выйдете на сайт этого ресурса то вы увидите прекрасную визуализацию того какими задачами занимается эта организация как она работает все хорошо визуально представлено с именами с фамилиями и вообще сложно представить как в таких условиях вы вообще можете работать поэтому мой вопрос я адресую Екатерине вы в своей презентации показали прошу прощения этого я не поняла летом 2019 года мы наблюдали за демонстрациями и у нас сейчас есть хороший обзор последние декады этих процентных движений представьте пожалуйста их здравствуйте меня зовут Екатерина Боровикова сейчас я попробую поместить доклад Екатерины Селезневой в более широкий исторический контекст может быть менее эмоциональный менее детальный менее насыщенный подробностями но зато который позволяет показать может быть более широкую картину насколько это возможно я буду использовать собственные данные ОВД инфо с с конца 2011 года на самом деле тут небольшая печатка мы собираем данные по Москве в 2013 году к ним присоединяются данные по Санкт-Петербургу второй источник наших данных это официальная статистика судебного департамента при верховном суде Российской Федерации она доступна с 2004 года по 2018 потому что они довольно медленно выкладывают данные не то что мы но тем не менее все равно что-то по ней можно посмотреть начнем с наших данных изначально сейчас Екатерина рассказывала сколько мы всего делаем но изначально ОВД инфо было начать двумя людьми которые были настолько в шоке от происходящих задержаний в 2011 году что они просто начали мониторить в фейсбуке выкладывать списки задержанных и пытаться понять кто в какой отдел полиции поехал что произошло с этими людьми вот поэтому мы располагаем данными с конца 2011 года сейчас мы собираем их в основном это звонки на нашу горячую линию социальные медиа и немножечко традиционные медиа когда мы им доверяем соответственно вот так выглядят волны протеста на данных ОВД инфо тут нас немножечко обманывают данные здесь потому что они начали собираться только с конца года часть не попала и они немножечко обманывают нас здесь потому что это была большая акция но очень много людей было задержано в Екатеринбурге а здесь данные ограничены Москвой и Санкт-Петербургом надо также понимать что данные по задержаниям лишь косвенно свидетельствуют о протестной активности не все митинги не все уличные акции не все пикеты заканчиваются задержаниями так бывает поэтому отражение косвенное но оно есть второй источник данных это статья 20.2 грубо говоря нарушение порядка проведения уличных акций массовых мероприятий она не такая тяжелая как уголовные дела про которые рассказывала Екатерина но зато она массовая тысячи людей получают именно эту административную статью после того как сходят на какой-нибудь митинг вот в принципе мы видим что данные у нас совпадают вот у нас пик в 2011 году пик в 2012 году дальше небольшой спад и в 2017 и 2018 снова начинается заметный рост я выделила здесь акции с наибольшим числом задержанных по нашим данным с 2011 года и расположила их в порядке хронологическом от самых старых к 2019 году по ним можно видеть что в 2011 и 2012 году мы видим отголоски вот этой темы с протестами против выборов в Государственную Думу следующий пик 2017 и 2018 год это в основном акции организованные Навальным и следующий пик мы наблюдаем сейчас то есть почти все акции этого лета попали в топ по количеству задержанных и у них нет конкретного организатора это интересно потому что штаб Навального это достаточно развитая организация с филиалами по всем регионам а здесь мы имеем дело с казалось бы чисто московской историей выборами в локальную думу казалось бы кому это интересно но тем не менее здесь это не попало но мы наблюдали акции солидарности в самых разных городах России акции солидарности с Москвой значит статья 20.2 как основное наказание за выход на акцию существенно поменялось еще в 2014 году вот Катя рассказывала о последних изменениях но на самом деле они начали начались попытки ужесточить преследование за акцией еще несколько лет назад она стала более разнообразной по частям она стала в ней стали предусмотрены более тяжелые штрафы больше оснований для арестов и такой вид наказаний появился как общественные работы ну тут я просто доказываю что штраф действительно является самым частотным наказанием вот тут доходит до 97% к чему это привело изменение этой статьи она самая частая штраф самое частое наказание мы видим что средний штраф вырос ну с таких 600-700 рублей до 2012 года вполне можно себе позволить сходить на акцию вот и с 2012 года начинает расти и к 2018 году вырастает до 17 тысяч рублей это у нас ну больше 200 евро да 250 где-то но довольно существенная сумма по московским зарплатам а уж не говоря о том что не говоря уже оригинальных региональных доходах вот ну и мы видим что государство собирает все больше и больше денег на участников протестов 44 миллиона 17-й год ну почти уже 47 миллионов 18-й год даже не знаю что быть 19-м вот и шансов что суд вас оправдают по этой статье он достаточно низкий то есть вот выделено темненьким процент где административное дело было прекращено он традиционно низкий и в последние годы в общем никакого оптимизма не внушает наконец статья 212.1 она тоже появилась несколько лет назад тут я могла немножечко наврать в общем она применялась с 15-го года и мы сейчас снова видели дела по ней к счастью их не очень мало всего мы насчитали 7 таких кейсов собственно на этом у меня все если вы захотите сами поисследовать данные вы можете их найти на нашем сайте спасибо за внимание большое спасибо за это мы сейчас немножко отходим от цифр это был обзор вашей деятельности и я еще раз хотел вернуться к моему вопросу почему вы все-таки думаете АВД-Инфо может так успешно работать есть ответ на этот вопрос или вы сами не знаете почему это возможно я подумала над вашим вопросом до выступления и ну девиз нашей организации это информация защищает это то что мы очень часто помогаем потому что мы верим в то что распространение информации о задержанных действительно помогает их освободить иногда это прямо видно что после публикации нашей новости человек отпускает или например после публикации нашей новости наши считатели начинают звонить в отдел мы их часто к этому призываем и спрашивать а почему вы собственно удерживаете вот этого человека он же ничего не сделал и ситуация меняется и то же самое можно сказать об АВД-Инфо мы становимся все более и более заметной организацией этим летом у нас было очень много запросов от журналистов я вижу что много где используются наши данные и наверное эта информация защищает и нас во время первого первой дискуссии мы тоже слышали о солидарности внутри общества которая укрепилась вы тоже это чувствуете в работе вашей организации когда например речь идет о том чтобы собрать деньги чтобы получить деньги это краудфандинг например это есть способ для обеспечения вашей работы и более того мы ощутили поддержку и солидаризацию вокруг нас всех тех кто то или иной степени то ли предполагает участие в процессе в протестах то ли им сочувствуют то ли еще что-то и у нас краудфандинг этим летом вырос невероятно кроме того мы ощутили поддержку от множества количества людей которые просто хотят с нами работать у нас очень много волонтеров по-моему порядка 800 у нас очень расширился пул юристов и адвокатов это тоже это более 100 человек которые только по Москве работают с нами и мы со всеми ними знакомы это все наши прекрасные проверенные люди которые показывают что да общество гражданское формируется они помогают в том числе и в формировании дальнейшего пласта уже людей которые задержаны которые беспокоились их успокоили и показали им помощь большое спасибо информации об ОВД Инфо которая на поле гражданского общества возникла и теперь возросла Алексей Козлов есть такие случаи когда активисты активистки вынуждены покинуть Россию по разным в том числе и политическим причинам ваш случай тоже такой если возможно расскажете немножко о том насколько это явление сына и ваш личный опыт что вы ощущаете что их ожидает в политической миграции в разных европейских странах покинув Россию начало несколько цифр расскажу и в разных странах по разному ну собственно первым крупным политическим делом повлекшим за собой отъезд потенциальных подозреваемых обвиняемых это было болотное дело и оно состояло из двух частей и собственно этот отъезд тоже был как бы двумя волнами первая часть случилась когда ну был собственно разгон 12 мая 2012 года перед инаугурацией Путина и было задержано порядка 300 человек что в общем по если смотреть на график не так уж и много да было избыточное применение полицейского насилия и в общем было определенное ответное насилие со стороны участников но тем не менее вот но спустя некоторое время власти потому что эти все задержаны они были как раз задержаны за участие в несогласованной акции по административным протоколам и так далее но через некоторое время власти передумали и решили что все-таки это были массовые беспорядки и завели уголовное дело и вот в этот момент как раз и произошел определенный всплеск отъезда активистов потому что стало понятно что в общем-то любой человек из этих задержанных он потенциальный обвиняемый по этому уголовному делу потому что там уже вся информация есть все данные все адреса и так далее помимо этого также те кто там попал на видео на фото также потенциальные обвиняемые вот какое-то количество людей не дожидаясь еще результатов самого болотного дела уехали по этой причине и в общем многие из них оказались правы потому что последствия против них были возбуждены дела вторая часть болотного дела спровоцировала вторую часть отъезда людей уже из регионов потому что в октябре 2012 года она называлась сначала отдельное дело по подготовке и организации массовых беспорядков в регионах Российской Федерации то есть это когда Следственный комитет решил что не только в Москве хотели устроить массовые беспорядки на болотной площади а готовили по всем регионам такие же вот потом мы эти два дела объединили и это все стало единым болотным делом ну в рамках второй части Следственный комитет поехал в регионы Российской Федерации и стал там проводить обыски и допросы провел их в количестве но в этой части стало непонятно что если в контексте первой части было более-менее понятно что могут предъявить и вот есть конкретные люди участвующие в публичных мероприятиях то во второй части было совершенно непонятно кого ищут для чего ищут что хотят с ними сделать хотят ли каких-то региональных активистов назначить организаторами этих массовых беспорядков хотят не знаю просто запугать или вообще данные собирают неизвестно там для чего в общем это все было непонятно хотя огромные ресурсы были задействованы спецгруппы Следственный комитет проехала 12 регионов Российской Федерации по десятку обысков в каждом из этих регионов и в общем огромный набран материал для дел но в итоге вторая часть по каким-то причинам может быть по команде сверху она ничем не закончилась то есть не были предъявлены обвинения региональным представителям ну вообще региональным активистам только она была в совокупности добавлена там обвиняемым по первой части болотного дела что они не только вот московские беспорядки подготовили а еще и в регионах хотя в общем в регионах ничего не произошло то есть это первый момент который случился в новейшей российской истории когда ну люди по мотивированным политически мотивированным причинам стали уезжать в количестве то есть речь идет о десятках и в итоге о сотнях людей которые подавали на убежище или оставались под другим каким-то причинам за пределами российской федерации стараясь не попасть вот под это конкретное дело ну потом когда дело продолжалось долго нудно и люди получили конкретные сроки казалось что вроде бы часть этих людей по крайней мере правильно поступила покинув страну и не попав в тюрьму или под какие-то гигантские штрафы в этой ситуации вторая волна она также совпадает с количеством задержаний в отличие от болотного дела это связано с 14-15 год с ситуацией в Украине когда случилась оккупация Крыма и вообще какие-то активности внутри Российской Федерации в связи с этими событиями и количество задержаний увеличилось как в Москве так собственно и в регионах но помимо как это назвать свободособранческих статей митинговых статей начали использовать сепаратистскую статью которая была быстренько сочинена это для тех кто сомневался что Крым присоединен добровольно или как-то законно и прочее и здесь очень тяжело отделить одно от другого или это совокупность по каким причинам возбуждались теньные дела или потенциально люди считали что против них могут быть возбужденные дела и они уезжали вот третья волна это связано с антикоррупционными протестами 2017 ну чуть-чуть 2018 года но больше 2017 и там тоже сложный вопрос потому что да задержания были участников антикоррупционных митингов они были массовые там было какое-то количество уголовных дел но во многих случаях преследования они так сказать мультиплицировались и предъявлялись особенно региональным активистам не только участие в несогласованных митингах а также там участие в деятельности нежелательной организации если это касался активистов открытой России вот ну и и прочее то есть получился такой комплекс политических причин по которым тоже потому что участие в деятельности нежелательной организации тоже уголовное преследование и люди имев на руках там административный протокол потенциальное участие в нежелательной организации тоже решали что нет ну уже что-то вот как-то горячо и надо подождать по крайней мере и вот это была уже получается третья волна и здесь я слишком рано говорить еще за девятнадцатый год потому что с одной стороны мы имеем какое-то количество уголовных дел и на фоне приговоров по делу сети эти вроде сроки небольшие но опять же тоже неприятные и опять вот этот закон об иностранных агентах индивидуальных как он будет действовать опять же будет он действовать в совокупности то есть здесь двадцатый год как раз покажет насколько вот это связано и насколько это привезет к тому что часть активистов или лидеров региональных общественных организаций попадут под серьезное давление и будут вынуждены рассматривать вопрос в том числе политической эмиграции то есть если брать количественно то в целом конечно протесты в России произвели наибольшее число политических эмигрантов то есть либо эти люди участвовали либо готовили либо помогали либо консультировали пострадавших при задержании и так далее то есть в той или иной степени во многих случаях они имели отношение к таким публичным мероприятиям которые критиковали действующую власть вот понятно что есть там отдельный другой сегмент но это вот такой массив что ждать здесь говорить сложно в разных странах Евросоюза разное отношение к международной защите где-то это медленно но верно где-то быстро и хорошо где-то ни то ни другое все зависит от конкретной ситуации там уже вступают в силу другие формальности другие законы такие как дублинское соглашение и насколько действительно человек преследовался где-то даже уголовное преследование считают ну ладно ничего страшного а где-то достаточно неоднократного административного преследования чтобы получить международную защиту потому что в многих делах в ЕСПЧ текущее законодательство Российской Федерации о митингах и собраниях в его репрессивной части рассматривается как уголовное потому что штрафы большие потому что арест уже десятками суток может исчисляться то есть это вполне себе репрессивный механизм не говоря уже о том что кодекс об административных правонарушениях в целом по-прежнему ужасен там нет протокола там можно творить практически какой угодно произвол в отличие от уголовного процесса где хоть что-то вообще наклевывается и понятно что здесь одна из задач и людей которые так сказать уже освоились в Евросоюзе и коллег которые работают еще в России это как раз возможность объяснить вот эти особенности да потому что ну вот этот факт например что в этой части административный кодекс фактически равняется уголовному это нужно объяснять нужно объяснять такие вещи как например доследственная проверка нужно объяснять что независимых судов Российской Федерации нет потому что они все подтверждают требования следствия в 90% там дел потому что ну суд он просто штампует то что следователи ему приносят и тогда картина она меняется а не так что ну ничего страшного будет же независимый суд да нет не будет это как бы важный момент который часто не хватает для объяснения специфики ситуации особенно при необходимости получения международной защиты там уголовного дела или угроз серьезных и так далее вот как-то так у меня вопрос мне ясно что каждая судьба мигранта по-другому вырисовывается поделитесь своим опытом что для вас было больше всего сложнее когда вы приехали в Германию как вы могли вообще привыкнуть к этой ситуации ну конечно это индивидуально но для меня я стоял перед выбором в тринадцатом году просить убежище или пытаться каким-то другим образом не вернуться в Российскую Федерацию и здесь конечно передо мной была дилемма что либо я просто запрашиваю убежище и останавливаю свою общественную деятельность потому что это была еще первая редакция закона о беженцах и тогда я привязывался к муниципалитету и должен был сидеть в конкретном муниципалитете и мог бы выехать из него только по специальному разрешению и конечно для меня это была ситуация как бы так вот выключить все и это было самым наверное сложным решением чтобы этого не делать сейчас ситуация изменилась закон изменился в Германии я имею ввиду и наверное сейчас это более гибкая ситуация особенно если реально угрожает уголовное преследование то можно на этот шаг пойти вот а в целом конечно здесь очень сильно зависит от страны что еще в Германии да есть другая там деловая культура которой надо привыкать о том что надо планировать все на год вперед все немцы знают да и уже бронирует на следующий Новый год отели где-то в горах что конечно для российского человека просто невозможно и это до сих пор невозможно вот ну собственно наверное это основные как бы были моменты это соотнести свою активность со своей текущей ситуацией и это очень важно потому что понятно что когда человек по независимым от него причинам безо всякого плана там да какого-то не временно а вот вынужден сейчас и здесь принять решение переехать в другую страну то ему требуется безусловно поддержка как организационная такая чтобы он мог как-то продолжать свою деятельность потому что для большинства это очень важно потому что если брать вообще в целом наблюдаемые мной кейсы то во многих случаях дела не заводились просто даже не доходили до фазы возбуждения если человек уезжал ну потому что задание выполнено человек выключен из российской системы и это считается уже победой то есть если он остается в России то его надо посадить ну может быть не посадить а разорить штрафами так далее а вот если он уехал то да наверное он может что-то там будет делать но он во-первых будет занят пока он там на новом месте разберется а во-вторых скорее всего может и прекратить свою деятельность или снизит активность и так далее это очень важный момент мы с коллегами из разных немецких организаций активно в этом это обсуждали и в случае когда требуется такая поддержка что-то предпринимали чтобы люди не оказались опять же в ситуации когда вроде бы один уровень как бы проблем решен но начинается другой который конечно он не такой горячий это не в ситуации когда за тобой уголовное преследование и возможность попасть как показывает текущий опыт в тюрьму на 18 лет например но он другого уровня да требующий содействия коллег из стран принимающих потому что конечно они лучше понимают как здесь все устроено если посмотреть вот то о чем говорит ОВД инфа то можно увидеть какие репрессивные возможности существуют у государства как эти возможности расширяются что является скажем так самой важной контрастратегией продемонстрировать мнение гражданского общества вместе с тем создать для себя новое пространство которое помогли бы вам выходить из сложившейся ситуации и как вы можете повлиять на повестку дня государства я могу сказать что мы разрабатываем всяческий инструментарий например у нас есть четкая схема ведения дела административного правонарушения до ЕСПЧ мы объясняем людям что все мы идем в ЕСПЧ этот суд не работает тем самым мы человека успокаиваем да да ничего не работает я спокойно я спокойно иду в ЕСПЧ то есть какая-то с одной стороны психологическая поддержка с другой стороны разработка эффективных инструментов в той или иной степени которая помогает реализовать право на справедливость и что является тоже психологической поддержкой опять таки да мы еще начали развивать такое направление как какие-то юридические действия по изменению законодательства так например у нас целый год шло еще не закончилось большое исследование региональных законов это адский труд но в прошлом году мы в этих законах выкопали выкопали шесть регионов в которых были незаконно ограничивались пикеты подали жалобы и в результате эти законы были изменены спустя несколько месяцев возможно в этих законах не было злого умысла на самом деле просто была кривая формулировка вот но из-за них реально задерживали людей а теперь они поменялись а в конце прошлого года мы подали уже около 80 жалоб на региональные законы и вот теперь с интересом ждем что будет дальше Алексей Алексей вот взгляд далекий такой взгляд на Россию что в ваших глазах должно развиваться какие возможности существуют для того чтобы новые пространства создать для акций меня очень порадовала вот этот вот это уже как организованная солидарность по крайней мере вот что вокруг московского дела было и что очень долго развивалось по болотному делу в общем пришло примерно к такому же а здесь это гораздо быстрее но меня волнуют регионы Российской Федерации вот то что там происходит во многих случаях или малоизвестно или неизвестно собственно опять же дело сети этот чудовищный приговор он не только как бы потому что они такие плохие те кто это все спровоцировал а это то что ну как тут тяжело измерить там общественное внимание к этой ситуации оно же не там не специальными приборами меряется но если бы было внимание больше больше активности по этому поводу то возможно приговоры не были бы таким чудовищным опять же есть правильно мне напомнили сегодня как коллеги есть регионы где также идут уголовные дела связанные с митингами вот например Ингушетия которая к сожалению в силу определенных обстоятельств исключена из информационного пространства ну практически исключена и то что там происходит мало известно то есть мне кажется второй шаг второй первый это сделать более известным что происходит в регионах опять же часть экологических протестов которые если шиес стал известен то вот например протесты против угля в Кемерово они мало известны хотя они тоже значимы и с точки зрения гражданского общества в Кузбассе они очень важную роль играют потому что это фактически единственная гражданская инициатива против совершенно коррумпированного и авторитарного руководства этим регионом и это произошло и происходит вот в других регионах какие-то социальные или экологические протесты если это изменится да понятно что то что происходит в Москве попадает даже на первые полосы немецких газет вот эти вот излишнее применение насилия совершенно бессмысленное оно здесь нашло свое отражение в том числе даже из каких-то заявлений официальных лиц а то что происходит в регионах российской федерации даже до Москвы не всегда доходит вот каким-то образом этот дисбаланс решить и мы в свою очередь как представители уже немецкого гражданского общества можем и должны говорить не только о столицах а также о том что происходит в регионах и если регионы почувствуют эту поддержку они почувствуют то возможно там тоже как бы потенциал будет накапливаться и реализовываться в виде мирных протестных акций мы как фонд стараемся вносить свою лепту у нас было мероприятие которое было посвящено Кузбассу энергетическим ресурсам углю у нас есть еще полчаса я бы хотел как бы перебросить мячик в аудиторию и попросить задать свои вопросы нашим участникам подиумной дискуссии надеюсь что микрофон уже подносят я вижу сзади кто-то поднял руку добрый день Барбара Фрайтак Прага Civil Society Center у меня вопрос двум Катеринам мы много слышали об юридических возможностях и мне думается что одна из крупных отличий между 2011 и 2019 годом являются новые технологические возможности которыми могут пользоваться такие организации как ОВД Инфо вы получили очень хорошие инструментарии мы можем например почитать где какие протесты проходились на каких улицах были приложения которые организовывали сервисные услуги для задержанных даже возможность забирать людей на такси кого выпустили из-под ареста не могли ли бы описать вот этот букет возможностей которым вы располагаете и еще один вопрос вот это новые законы направлены против свободы интернета это как-то на вас сказывается или это все еще продолжает оставаться игрой в кошки мышки гражданское общество может использовать свои преимущества переходя на цифровую основу работая в интернете и опережая государство по этому вопросы или вы видите вот это вот рунет вот эти вот законы как опасными для вашего суверенитета законы которые могут все отключить и у вас не будет никакой возможности работать предлагаю сразу же отреагировать откомментировать этот вопрос кто хотел бы первым заявиться я начинаю со второго вопроса пока что именно на ОВД инфо данные законы которые по идее могут применяться никак не применяются почему для нас загадка однако гражданское общество от данных законов страдает кстати такими делами по свободе слова у нас очень хорошо очень профессионально и в том числе по регионам занимается международная правозащитная группа Агора с которыми мы являемся партнерами с которыми мы обменим информацию мы все-таки больше про свободу собраний что касается нашего инструментария то во-первых у нас есть на сайте около 30 инструкций со всеми шаблонами ходатайств жалоб и по которым человек может даже самостоятельно пройти все суды об административных правонарушениях также есть инструкции как действовать в том или ином случае то есть когда придет полиция когда не знаю мне вызовут на профилактическую беседу это все тоже наверное людей как-то успокаивает но больше всего их успокаивает личная беседа то что мы 24 часа в сутки на связи нам можно позвонить из любого региона то есть наша горячая линия она круглосуточна вы в любом случае получите нежный ответ нашего мониторщика который скажет успокойтесь все хорошо назовите свое имя что происходит когда человек желает чтобы его имя опубликовали в связи с политическим преследованием мы это делаем мы составляем списки задержанных на акции чтобы никого не потерять чтобы родственники потом не бегали из отдела в отдел и не искали как то было ранее когда были задержания на массовых акциях кроме того как я уже перечисляла есть генератор жалоб в ЕСПЧ которым нам очень существенно помогает работать с этим бесконечным количеством жалоб и кроме того как тоже я упоминала есть правовой телеграм-бот в котором зашиты необходимые инструкции которыми можно экстренно воспользоваться если ты уже например задержан тебя везут в полицию и вдруг так получилось что ты в другом городе адвокат от ОВД инфок тебе сейчас не едет также мы активно используем телеграм например при работе тоже на задержаниях массовых мы создаем просим чтобы задержанные люди например их 5 человек они обменялись контакты мы создали в телеграме чат туда мы добавляем нашего адвоката который в итоге их консультирует и ведет их по нашим инстанциям от ОВД сюда первая вторая инстанция потом из жалоб в ЕСПЧ это немножко другая песня ну как-то так а также у нас помимо горячей линии на телефоне есть и тот самый телеграм-бот с помощью которого люди точно так же могут с нами общаться а не просто получать сухие инструкции телеграм-мессенджер-дienst с которым можно работать для нашей немецкой публики может вы еще раз тоже хотели порекомментировать новые возможности связанные с новыми технологиями для вашей коммуникации Катя все рассказала и спасибо нашему IT-делу Вудобно то у нас был еще другой желающий зад вопрос начинаем с вас вы первым подняли руку сейчас практика в немецко-русском обмене у меня вопрос к Алексею вы сказали что вот вторая волна политической эмиграции в России это 14-15 год связанно с событиями в Украине можете пожалуйста подробнее рассказать о каких-то движениях заметных против аннексии Крыма были ли они вообще ну это требует как-то отдельного разговора было как бы в Москве проведено несколько внятных по численности акций солидарности с Украиной во многих регионах люди выходили протестовать да это не было так прямо массово но здесь вопрос был в том что количество задержаний в этой связи было больше то есть если это было связано с темой темным образом с Украиной то это практически 100% что вас задержит ну за исключением вот этих нескольких согласованных акций по поводу которых тоже было очень много дебатов как где как проводить и прочее я бы сказал что организованной активности такой из какого-то одного центра или даже ни одного не было но я считаю что это наоборот хорошо что прогрессивная часть российского общества она немедленно отреагировала на всю эту ситуацию и соответствующим образом высказав свою позицию разными способами кто-то там написал соответствующие возмущенные посты за которые потом их пытались привлечь по статье за сепаратизм кто-то вышел или выходил регулярно в пикеты поэтому здесь я бы сказал что прямо такого движения солидарности не было но тоже следует понимать что все-таки российское гражданское общество находится под постоянным давлением достаточно давно и это понятно что это была важная и как это сказать острая тема того момента но да какой-то прямо консолидации и солидарных действий не произошло потому что собственно общественно-политическое пространство в России оно зачищено и частично за альфсфальтировано поэтому как бы там тяжело в общем что-то особенно когда большая часть организаций помимо того что они выполняют каждодневную правозащитную работу например они еще должны себя защищать потому что они также в судах в связи со статусом иностранного агента там или еще чего-то находится то есть здесь я думаю мне кажется важным даже сам факт проявления той или иной степени этой активности а уж статистически ну всегда можно больше сделать в связи со статусом Насколько она работает организованно, профессионально, так сказать. Есть ли, существует ли четкий, единый стратегический центр этих репрессий? Существует ли четкая стратегия? Или существует ли много противоречий между центром, регионами, по-разному поступают? Существуют ли внутренние дискуссии в аппарате? Или расследуется, ну да, есть четкая репрессивная стратегия, аппарат сверху, все решает? Какое ваше ощущение? Ну, мое ощущение с точки зрения юриста, это полный хаос. Особенно в процессуальных документах и так далее. Но общая цель есть, наверное, это запугать общество и не дать как-то выходить протестующим. При этом, например, там какой-нибудь президент наш, ну вернее он один у нас в последнее долгое время, говорит, что у нас демократия, свобода собрания, не надо там, не знаю, никого репрессировать. А при этом происходит совершенно противоположное. То есть в этом сложно увидеть логику, но логика в том, что мы живем в хаосе в данный момент. Вот в том, что касается политических исследований, но это распространяется на всю остальную жизнь так же, естественно. Хаос или произвол тоже могут быть стратегии, на мой взгляд. Но разные мероприятия, которые, меры, которые вы здесь представляли, кажется, что все-таки все это управляется какой-то большой рукой для того, чтобы создать разные плоскости для атаки тех, кто хочет свободно выразить свое мнение. Как вы считаете? Нет, скорее всего нет, скорее всего это, ну нет, там что-то, конечно, инициировано там сверху, что-то уже какие-то низовые инициативы, что-то, чтобы понравиться начальству, что-то, чтобы просто, не знаю, подурить, ну, да, звездочки заработать, ну, или просто выпендриться, ну. Спасибо. Следующий вопрос. Ввиду больших социальных несправедливостей существует ли движение, которое выступает за социализм, которое сверху, снизу вырастает? Ну, социалисты, наверное, и левое движение у нас есть. Есть, конечно, социалисты, но и также... Оппозиция у нас пока не сформирована, на мой взгляд, поскольку гражданское общество только начинает формироваться. Ну, как бы, все правление Путина было нацелено на деполитизацию общества и разгром оппозиции. Как вот в предыдущей сессии очень правильно сказали, что основная реакция на политику — уйдите от меня. И это привело к определенным результатам, что, собственно, этим занимается очень небольшой сегмент, и он не очень влияет вообще на процесс. А все остальное — это не политика. То, что делают «Единая Россия» и парламентские партии — это не политика, это государственная деятельность. Они осуществляют разворовывание бюджета, они осуществляют проведение законодательных актов, которые позволяют разворовывать бюджет. Они защищают сами себя через проведение законодательных актов. Они согласны друг с другом. И если там вдруг Зюганов что-то такое говорит, то это он перед этим позвонил в Кремль и согласовал это, спросил. Можно я тут скажу, а то меня мои пенсионеры уже перестали понимать. Вот. Поэтому назвать это какой-то политической системой в смысле возможности в ней участия — нет. Государственная служба — да. И это неважно, есть ли у тебя официальный штамп по государственной службе или ты работаешь в Коммунистической партии Российской Федерации, которая является официальной оппозицией его президента Путина. То есть все понятно. Замечания по этому вопросу. Есть, конечно, многие в России, которые в последние дни задавались вопросом, почему все-таки есть такие драконические наказания в случае дела сети. И там кто-то комментировал, что попытка объяснить, почему это так, что левая направленность и направленность на социальную неисправедливость в этой группе и интерпретация такова, что государство не хочет позволять, чтобы кто-то отнял от него именно этот вопрос. То есть заниматься бедными людьми, малыми людьми. То есть это дело государства. Государство не хочет позволить другим от него отнять этот вопрос. Такой комментарий был в качестве попытки объяснить, почему такие драконические наказания были. Есть еще вопросы? В Подсадамском университете. И мой вопрос в части связан с предыдущим тоже. То есть я приведу просто один пример, чтобы начать вопрос. У меня есть коллега, которая тоже из России, и она очень прогрессивная девушка. Она выступает за права женщин активно. И когда я ей на днях рассказал, вот посмотри, есть новость о деле сети, здесь вот осудили молодых ребят. Ну вообще я не симпатизирую вот крайним левым идеям, но меня возмущает, конечно, все это дело, как и многих других. И я ей рассказал об этом, говорю, вот посмотри, осудили молодых ребят на такие большие сроки, там про пытки речь идет. И ответ был, да, я слышала, но я вот знаю, что один из них, в общем, намеренно вроде бы как заражал девушек ВИЧ и, значит, обижал их. И поэтому у меня нет к ним особого сочувствия, ко всей сразу группе. Я думаю, это здесь очень хорошо показывает, как работают эти механизмы. И, конечно, то, что сверху власть делает, оно, но это можно осуждать, говорить, что это аморально, но это, тем не менее, очень грамотно продумано, как разделяются группы людей по разным основаниям, как определенная информация вбрасывается, как строятся эти противоречия, когда им не стоило каких-то усилий переубедить мою коллегу, сказать, да, если там один человек это делал, это очень плохо, его нужно судить за это, но это не имеет отношения к тому несправедливому приговору, о котором мы сейчас говорим. Это два совершенно разных дела, которые никак между собой не связаны. И, естественно, что мы все должны осуждать этот несправедливый приговор, тем не менее. Я приведу еще другой пример. Она, как уже сказал, за права женщин очень активно выступает. И я подписан на активистку, которая из Москвы, может быть, вы знаете, Алена Попова, она очень известная. Она тоже активно поддерживает права женщин. Она также выступает за права детей, она выступает против тотальной слежки государства с помощью видеокамер, с помощью современных технологий за людьми. Ну и вот я как бы подписан на нее, я делюсь ее какими-то инициативами, закон против домашнего насилия. И во всем мире, в общем-то, феминистки, они очень активно сотрудничают с ЛГБТ, что для меня актуально. И я подписан, я лайкаю ее пост, я делюсь ими, потому что я поддерживаю эти инициативы. Но я при этом замечаю, что она никогда не затрагивает тему ЛГБТ. Хотя в России, естественно, есть и чеченская история с массовыми пытками, почему многим людям пришлось уехать, и какие-то в разных городах убийства, дискриминации, и полиция, которая отказывается вообще регистрировать такие дела и расследовать, нет никакой статистики по этим делам. Но в России вот тоже государство как-то так грамотно провело границу и разделило эти две группы, которые вообще-то могли бы вместе затрудничать, так же, как во многих других ситуациях. Мы сейчас увидим выборы в Госдуму, где, мы уже знаем, уже создаются эти фейковые партии, которые будут у Шиеса, появится какая-нибудь псевдозеленая партия, которая украдет инициативу. Сейчас появятся опять коммунисты России, которые будут говорить про несправедливость, ну и многие другие. То есть это сознательная стратегия государства, направленная на разделение гражданского общества, на его противопоставление. И это очень грамотная стратегия. Ну и, соответственно, к вам вопрос, он немножко политический, не столько юридический, сколько политический, но вот есть ли у вас план, как с этим бороться, как вы вообще видите план действий в этой ситуации, наступающей? Ну, государство, да, манипуляторы, это известно. А так, ну, что просвещение, я полагаю, единственный выход, какое-то массовое просвещение людей, которые сейчас многие лишены, благодаря тому, что смотрят, то, что показывают у нас по телевизору, в частности. И да, это разрозненность групп меня тоже огорчает. Что касается ЛГБТ-прав, у нас есть чудная статья в Кодексе об административных правонарушениях. Это пропаганда ЛГБТ перед несовершеннолетними. Что это значит, я не знаю. Я тут добавлю, что, да, возможно, нам тут сложно сказать какие-то конкретные шаги, как с этим бороться у нас. Проект немножко не про это. Но нас тоже расстраивает эта ситуация, поэтому одним из наших основополагающих принципов является оказание помощи людям, преследующимся за политические взгляды, по политическим мотивам, независимо от того, каковы эти взгляды. Левым, правым, синим, зеленым, каким угодно. Мы принципиально, и это позиция, которую мы всегда очень четко проводим в жизни, не делать различия между какими-либо группами, не помогать своим, не делюсь людей на своих и чужих. Мне думается, еще один вопрос мы можем допустить, если есть желающие. Да, вижу. Меня зовут Филипп Йегер, я докторант в Гумбольдском университете, факультет этнологии. Меня интересует следующее. Я видел, что в прошлом году было большое количество протестов в Казахстане в связи с президентскими выборами. В Алмате были протесты, и поэтому мне хотелось бы узнать, поддерживаете ли вы какие-то связи со странами, преемницами Советского Союза, обмениваетесь ли вы с активистами в этих странах, пытаетесь ли вы вообще вступить с ними в контакт, как это выглядит? Спасибо. Ну, я могу говорить за исследовательское направление. У нас есть большой совместный проект, называется «Во свободе собраний на постсоветском пространстве». Там много материала на эту тему. Мы исследовали судебные системы стран бывшего Советского Союза, общались с активистами, и, по крайней мере, в плане просвещения, да, мы работаем над этим. А в плане иного, то да, если есть запрос, пока что у нас не очень хватает ресурсов, наверное, самим посылать эти запросы, однако, если к нам обращаются, по-моему, в частности, нам обращались из Казахстана, чтобы понять, как выстроить такую же систему, как у ВДНФО у себя. И туда была командировка. Где еще это было? Казахстан. Ну, я не очень уверена. Я прошу прощения, но просто по аналогии, да. Да, мы работаем с коллегами из Украины, Молдовы и Белоруссии, и позаврошлом году мы представляли совместный доклад на Варшаве на Human Dimension Implementation Meeting о ситуации со свободой собраний в каждой из этих стран. То есть мы как бы взаимодействуем, и с украинскими коллегами более-менее находимся в диалоге по поводу отсутствия необходимости или наличия необходимости, наличия у них специального отдельного закона для регуляции проведения публичных мероприятий, потому что там есть дискуссия в этом связи. Большое спасибо. Большое спасибо за ваше участие. Большое спасибо вам за то, что вы долго слушали. Мы обсуждали юридические вопросы. Очень много цифр звучало. Большое спасибо переводчикам, которые с этим справились. Тема сегодня была непростая, зачастую очень даже удручающая. Но мы также слышали о солидарности, о гражданском обществе, поэтому все не так мрачно. Большое спасибо. Продолжение следует... Спасибо.